Нас мало, но мы в эквалангах. Всего четверо мордовских дайверов завоевали львиную долю всех наград на Кубке мира, который проходил в литовском городе Электронай. За награды турнира боролись спортсмены из девяти стран. Нашему квартету в общей сложности удалось завоевать 12 медалей – 4 золотых, 7 серебряных и одну бронзовую. Две награды – высшие пробы у Артема Санаева, который стал лучшим в дуэте с Михаилом Морозовым в дисциплине «Полоса препятствий», а также показал самое быстрое время в ночном дайвинге. В этом виде программы участнику нужно с закрытыми глазами на время собрать три груза, расположенных по всему периметру бассейна. Элемент случайности и удачи исключен, утверждает чемпион. Победить ему помогли только упорные тренировки и мастерство. Сейчас уже нет, сейчас уже скорость и мастерство, потому что результат уже очень серьезный. А вот как там нужно его найти, то есть вообще как его нужно найти этот груз, то есть там какие-то есть, по каким определить, где он находится? А, ну тебе дается катушка и груза расположена на двух, трех и четырех метрах. То есть ты отматываешь катушку и кручешься по часовой стрелке. Готовиться к соревнованиям мордовские дайверы начали уже в феврале и проводили ежедневные тренировки в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. Для еще одного призера Павла Игнатьева вся подготовка и само выступление были в новинку, поскольку он является дебютантом международных соревнований. Дебют удался на славу в активе Павла, серебро в комбинированной эстахете, а также бронза в ночном дайвинге. Я, безусловно, готовился, особенности готовился на дистанцию ночной дайвинг. Ну, я уступил более опытным моим, так сказать, товарищам из команды, и я, в принципе, не расстроен, у меня зато есть медаль. Еще одно золото в личном первенстве завоевал Дмитрий Маслов, который стал лучшим в дисциплине поднятия груза со дна бассейна. Уже находясь в Литве, Дмитрий узнал, что дистанция, которую ему необходимо будет проплыть перед и после того, как он проведет все операции с грузом, увеличилась в два раза – с 25 до 50 метров. Скоростное плавание не конек Маслова, поэтому, как ему показалось, шансы на победу слегка уменьшились. Как раз после того, как я проплыл свою дистанцию, в следующем заплыве плыл спортсмен, который я знал, что быстро плавает и может составить мне конкуренцию. И я около бортика стоял и наблюдал, как он плывет, и надеялся, что он похуже что-то сделает, и следил за временем. Следил за временем, и прям вот секунду в секунду, прям вот очень волнительно было. В итоге, оставив позади рекордсменов мира на прежней вариации дисциплины поднятия груза, Маслов стал победителем, и теперь на его время будут ориентироваться остальные дайверы, поскольку в новом формате эти состязания проходили впервые. Также наш квартет, состоящий из студентов и аспирантов Мордовского госуниверситета, стал серебряным призером в эстафете. Юрий Осипов, Павел Толобаев. Наши новости.